Иван, так хочется отметить какой-то праздник. Слушай, а какие намечаются в ближайшие дни? Я тебе скажу, при должном настрое, при должном правильном настроении каждый день может быть праздником. Но сейчас мы более подробно поговорим о болгарских праздниках с нашим гостем. В гостях у нас Елена Стоева, председатель местной национально-культурной автономии «Болгар» города Симферополя. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, традиционный вопрос, как ваше утро, как настроение? Мы видим, вы улыбаетесь. Настроение отличное, все хорошо. Очень рада быть у вас на программе. Приятная обстановка. И мы вам очень рады. Давайте перейдем к праздникам национально-культурные. Праздники у нас впереди у болгар. Расскажите подробнее. Прежде всего у нас впереди праздник, это пятилетие национально-культурной автономии «Болгар» города Симферополя. Фактически, юридически вчера у нас был день рождения, пятилетие. Но отмечаем мы его 29-го числа, 29-го сентября в Республиканской научной библиотеке имени Ивана Франко в городе Симферополе. Эта дата для нас очень важна, потому что это юбилей. Нам пять лет. Вроде бы можно так сказать, что такое пять лет, да? Тем не менее. Небольшая дата. Первый юбилей. Конечно. Ну, юбилей. Это как первые шаги ребенка, как первые слова ребенка, так и у нас получается, что юбилей пять лет. И за эти пять лет у нас прошло много мероприятий, много праздников болгарских, которые мы стараемся здесь, крымские болгары, в Крыму поддерживать. Традиции наших бабушек, прабабушек, прадедушек. Какие традиционные мероприятия вы проводите? Расскажите, пожалуйста. Традиции болгарские, самые такие вот праздники основные мы проводим. Это праздник Баба Марта, это встреча провода зимы, встреча весны. Он символизируется красно-белыми мартинечками, которые дарят друг другу в этот праздник. И довольно-таки интересные. Танцуем, поем, очень интересно. Это на природе, да? Да, это на природе, да. Мартинечки можно подарить друг другу. И так же самое можно повесить на дерево и загадать желание. Это вот такой традиционный болгарский праздник. Новый год, вот тоже интересные традиционные обычаи. Это сурва. Сурвочки – это такие, как палочки, увешанные красивыми изделиями, такими блестящими. И детки ходят по домам, и их бьют сурвочками так по плечу. Вот этими изделиями, да? Да, да, да. Детки бьют или детей? Детей, детей бьют, да, да. Ну так, постукивают по спинке, по плечу. И деткам дарят сувенирчики, дарят вкусные вкуснятинки болгарские. А вот какие болгарские вкуснятинки? Расскажите. Ну, самое болгарское – это баница. А что это? Да, что это? Баница – это пирог, который очень давно… Это традиционный болгарский пирог, готовится из простого теста, довольно-таки очень простое приготовление. В него входит брынза, и там интересное приготовление, все скручивается такими кружочками, укладывается на противень. И вот таким образом оно получается как с маленькой улиточки, большая, и больше, 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 больше. Но самый основной продукт – это брынза. Это традиционное болгарское блюдо, поэтому вот из болгарских блюд это баница. Наверняка во многих, да, блюдах брынза присутствует? Очень во многих. Вообще брынза болгарская, вот она даже у нас есть в Крыму, продается, так и называется – болгарская брынза. Интересно. Да. Да. Не встречал. Болгарский перец – это традиционное блюдо болгарское. Также из него готовят чушки, это запекается на открытом огне, можно в духовке. Ну, каждый по-разному готовит в современном мире. А вы часто готовите вот такие блюда? Ну, можно сказать, баницу, вот тыквенник, тукманник, мылину – это болгарские блюда. Ну, стараемся, да, готовить. Конечно, это с детства эти все блюда присутствуют в доме, и поэтому стараемся готовить часто. Вот сейчас на наш праздник будет представлена болгарская выпечка, будут представлены музыкальные и творческие коллективы, которые будут исполнять болгарские танцы, исполнять песни на болгарском языке, исполнять стихи на болгарском языке. То есть все это у нас идет вот по таким вот традициям. Сколько человек насчитывает Симферопольская община болгарная? Вы знаете, у нас на данный момент не так уж много людей в нашей именно вот национальной культурной автономии. Ну, я считаю, что не самое главное – это количество людей, самое главное – какие мы активны, и сколько мы проводим мероприятий, и сколько ложится на наши плечи всех мероприятий, к которым мы участвуем в Республике Крым, и российские праздники, и праздники, связанные с Республикой Крым. Спасибо большое. Да, я уверена, что это очень вкусные блюда, о которых вы говорили, и вот традиции, почитание их – это прекрасно. А мы напоминаем, что сегодня в студии была Елена Стоева, председатель местной национальной культурной автономии «Болгар» города Симферополя. Спасибо.